ДОНБАСС РЕАЛЬ Остгейм, Либенталь, Нью-Йорк, Блюменфельд, Мариенталь. Это старые названия городов и сел Донбасса, которые жители региона заставляли забыть во время Советского Союза и сегодня под контролем группировок ЛДНР. Именно англичане, бельгийцы, немцы и французы построили в Дикомполе то, чем гордились поколения жителей Донбасса. Кто и зачем заставил забыть нас европейскую историю Донбасса? Значит ли это, что Донбасс на самом деле самый европейский регион страны? И так ли хорошо было региону под европейцами? Об этом мы поговорим сегодня в студии. С нашими гостями сегодня это режиссер документальных и игровых фильмов Дончанин Корней Грицюк, а также историк-исследователь, куратор художественного управления Украинского кризисного медиа-центра Леонид Марущак. Друзья, сегодняшний эфир, к сожалению, выходит в записи, но вы можете оставлять отзывы о нем на наш автоответчик. Его номер 0800-300-403. Реон работает круглые сутки, 7 дней, неделю. Дождитесь звукового сигнала и говорите ваше мнение, прозвучит в эфире. Вызов – это возможность стать сильнее. Радио Донбасс Реалии. Мы ищем и находим хорошее. Друзья, напомню, сегодня мы говорим в записи, и наш номер 0800-300-403 работает в режиме автоответчика. Даже сейчас, когда вы нас слушаете, вы можете позвонить, оставить свой отзыв о нашей программе. Они прозвучат в нашем эфире. Сегодня мы будем говорить о европейской истории Донбасса. Кто и зачем заставил забыть жителей региона ее? Значит ли это, что Донбасс во многом европейский регион? Не так ли хорошо было жителям Донбасса под европейцами, так сказать? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это, напомню, режиссер документальных и игровых фильмов «Дончанин» Корней Грицюк. Он с нами по скайпу. Корней, здравствуй. Здравствуйте. Также с нами историк-исследователь, куратор художественного направления украинского кризисного медиа-центра Леонид Марущак. Леонид, здравствуйте. Доброе дня. Повод нашего разговора такой, что вот Корней, напомню, он уже участвовал в нашей программе. Корней, автор фильма «Поезд. Киев. Война» о жителях Донбасса, волонтерах, да и просто украинцах, которые едут на восток Украины до Константиновки поездом, который раньше назывался «Уголек». Сейчас он получил неофициальное название «Киев. Война». Корней снимал разговоры людей, какие темы они поднимают. Сейчас это новая идея снять фильм о европейской истории Донбасса. Корней, расскажи, пожалуйста, как пришла эта идея. Есть ли уже какое-то хотя бы приблизительное название для этого документального уже фильма? Ну, рабочее название, которое у нас сейчас есть, это «Евро Донбасс». То есть вот мы пока так называем этот проект. Идея эта пришла, ну, наверное, как-то не было такого одного момента, когда она появилась. Просто я, поскольку родился в Донецке, мне всегда было интересно узнать немножко больше о своем регионе. И я помню, что просто, наверное, в какой-то момент я начал узнавать больше о стандартном таком наборе «Донецк» Сталина и Юзовка. То есть почему Юзовка, почему Джон Юз, почему британцы. И то есть как-то я так постепенно начал уже, наверное, после 2014 года больше интересоваться этой темой. И вот я для себя обнаружил, что просто есть фантастический как бы пласт знаний, фактов, документов, артефактов о прошлом региона. И я вот как бы начал заниматься таким более плотным ресерчем, в результате чего удалось привлечь Леню к нашей команде. Мы до этого были давно знакомы, а Леня вообще очень плотно этой темой занимается. И уже вот с ним вместе я еще больше обо всем этом узнал, и меня это еще больше все заинтересовало. Леонид, расскажите, как вы начали заниматься плотно этой темой, так понимаю, историей Донбасса. Вы же винничанин, да? Почему вас так манит, интересует история Донецкого края? Ну, насправді, я заосвитую историк, и поэтому заниматься такими темами для меня не было чем-то несподиленными. Но чем у Донбасса, то тут действительно интересная история, потому что, когда я сообщал о Донбассе в 2015 году, так и выявилось, что у меня не было жодного друга, знайомого в Донецьку, Луганскую региону, что можно было позвонить и запитать, что происходит, потому что, естественно, не зависит от информации, какая-то класса за самую массовую информацию, как у меня нет такой звички, поэтому единственное, что нам пришло в голову сделать, это в 2015 году, как начали заниматься в местах, систи и ехать туда и узнаваться про то, что происходит, что происходит, что мое происходить, и, соответственно, нужно было это анализовать с историческим контекстом, и, власне, тому, и появилась необходимость, чтобы зануриться в эти исторические реалии, скажем так, Донецько-Луганского региона, которые умовно, метично все называют Донбасс. Прервемся на пару секунд. Донбасс-реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения. Мы прервались для того, чтобы поприветствовать слушателей громадского радио, который в эту секунду присоединяется к нашему эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс-реалии. Сегодня мы общаемся, к сожалению, в записи, но вы можете оставлять ваше мнение о нашем эфире на наш автоответчик. Его номер 0800-300-403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Сегодня мы говорим о европейской истории Донбасса. Кто и зачем заставил забыть жителей региона ее? Значит ли это, что Донбасс на самом деле европейский регион страны? И так ли хорошо было этому региону, его жителям под европейцами с режиссером документальных и игровых фильмов Дончанином Корнеем Грисюком и историком-исследователем Леонидом Марущаком? Вот это два человека из команды, которые готовят сейчас фильм о европейской истории Донбасса. Корней, вот я почитал твое описание, такой, так сказать, синопсис будущего фильма, с которым ты, я так понимаю, выиграл президентский грант, даже и получил такое ориентировочное уже предварительное финансирование на этот фильм. Ты говоришь о том, что после того, как европейцев, ну, по сути, убрали большевики с Донбасса, появилась так называемая пророссийская история Донбасса. Что ты имеешь в виду, что ты вкладываешь в это слово, вот пророссийская история Донбасса? Я немножко уточню из самого вопроса, да, действительно, этот проект выиграл президентский грант, но, к сожалению, из-за коронавируса и из-за того, что в Украине сократили расходы на культуру в этом году очень сильно, нам пока что срезали этот грант, то есть, скорее всего, ну, его просто не будет. И, собственно, поэтому мы сейчас готовим проект на новый питчинг в Госкино, чтобы получить возможность уже с помощью Госкино снять фильм. Это, ну, как бы такая маленькая ремарка. А по поводу просветского, да, вот уже такого наследия, переписанной истории, действительно, очень интересно, что когда по результатам все-таки вот этой долгой гражданской войны, революции, все-таки большевики окончательно захватили власть на территории современной Украины и современного Донбасса, там как-то в 20-е годы, в 30-е очень быстро пошел процесс переписывания истории, и там вплоть до смешного доходило, что люди сами, которые работали на предприятиях, которые были построены бельгийцами, немцами, где было много всего написано на английском, на немецком языках, эти люди сами начинали верить в то, что все было построено только в 20-е с приходом стахановцев, да, и вот ударников советского социалистического труда, то есть мне кажется, это даже какой-то психологический такой феномен, что еще были люди живы, которые сами видели иностранцев, которые с ними вместе работали, но они почему-то сами начали верить совсем в другую историю, и мне кажется, это тоже один из таких важных факторов, о которых важно говорить, что, наверное, когда вокруг голодомор, индустриализация, насильственная коллективизация, люди начинали верить не в то, что они видели своими глазами, а то, что им рассказывали, грубо говоря, пропагандисты, то есть меня в контексте этой темы еще интересует очень вот этот вот феномен. — Корней, ну, а насколько ты, как дончанин даже, да, и ты вот ездил по городам Донбасса, насколько ты видишь, что что-то осталось от наследия бельгийцев, англичан, французов, немцев на этом Донбассе, ну, было и было, когда это было, что сейчас в Донбассе европейского, проглядывать ли вот то, о чем ты говоришь в реальности сейчас, видел ли ты это сейчас, есть ли что показать, что рассказать сейчас, или это уже такая история, о которой, ну, вот просто можно только вспоминать? — Очень, как бы, такой хороший вопрос. На самом деле это все было не так-то давно, то есть, там, 100 лет для истории, как мы понимаем, это не так много, и, конечно, тут важен контекст того, что на территории Донбасса прошла гражданская война, Вторая мировая война прокатилась, ну, как бы, двумя фронтами, потом, ну, мы, как бы, понимаем, что были там 90-е, когда пилилось и распиливалось все, что только можно на металлолом, и еще в 14-м началась новая война, поэтому, к сожалению, большая часть артефактов действительно уничтожена, не так-то много всего осталось на территории Донецкой и Луганской областей, то есть, оно осталось все так буквально точечно, как, вот, например, в Лисичанске есть целый бельгийский квартал, который, там, несколько лет назад он получил премию, бельгийскую премию, как лучшая бельгийская, как бы, вот такая спадщина, архитектурная, которая есть за рубежом. Частично что-то осталось в Дружковке, что-то осталось в Константиновке, то есть, именно каких-то таких материальных артефактов, их довольно мало, и поэтому, мне кажется, как раз, ну, по многому за счет этого нужно как можно быстрее, ну, вот мы, как бы, хотим как можно быстрее начать производство этого фильма, потому что пока еще хоть что-то осталось, что можно показать, и это поможет нам, ну, то есть, то, что мы покажем какие-то материальные предметы, расскажем их историю, какие-то целые кварталы, или, там, вот старые домики, архитектуру, остатки церквей, или, там, в селе Новгородском, там, вот, есть немецкое кладбище, например, то есть, там, немецкие, вот, могилы, там, написано все на немецком языке, то есть, оно, конечно, постепенно все стирается, и хочется это показать все-таки, потому что, мне кажется, это может быть нашим таким оружием в борьбе, там, с историческими фейками, с исторической какой-то пропагандой. Корней, а в людях что-то осталось? Ты, наверное, вот был в Европе, да, знаешь, западный менталитет, менталитет тех же, ну, французов, бельгийцев, возможно, да, вообще европейцев, опять же, тебе вопрос, как к дончанину, осталось ли что-то европейское, ну, в жителях региона, или все это за, вот, 70 лет советской власти, потом независимая Украина, да, вот сейчас уже, седьмой год группировки ЛДНР, все это постирало, или какие-то вот такие моменты, все-таки нюансы, мировоззрение, ментальности все-таки есть? Может быть, ты это замечал в дончанах до войны? Ну, я, наверное, больше могу говорить, там, о своем поколении, ну, там, о нашем, да, поколении, там, о молодежи. Мне кажется, молодежь на Донбассе ни лучше, ни хуже, чем в других регионах Украины. Мне кажется, у нас тоже очень много, ну, молодых, талантливых людей, инициативных, которые хотят жить в каком-то, там, демократическом, свободном мире, свободно по нему путешествовать, в принципе, там, все эти люди, наверное, они в 2014 году, ну, практически все, кому позволяла, там, ситуация, они выехали оттуда. И, мне кажется, среди молодежи, ну, довольно много таких каких-то европейских настроений. Среди людей, там, постарше, или, там, вот, например, там, возраста наших бабушек, дедушек, там, конечно, все совсем по-другому, потому что, ну, они много бы просто не видели, не знали, не слышали, и, мне кажется, в них, ну, европейского, ну, практически ничего нет, потому что для них была одна большая их страна, и другой мир, мне кажется, их особенно не интересовал. Скажи, а ты до 2014 года, когда жил в Донецке, знал ли что-то о европейском прошлом города и региона? Интересовался ли этим? Или это была для тебя такая терра инкогнито, как для бабушек и дедушек? Ну, я вот, наверное, да, я вот очень, ну, довольно много всего знал и интересовался, вот, именно, непосредственно историей самого Донецка, Юзовкой, как он раньше назывался. То есть, мне нравилось даже там гулять в районе вот этой пожарной, площади Пожарского, когда я уже забыл название, давно не было там, там, где вот эта вот старая Юзовка, старые постройки, какая-то там остатки такой британской архитектуры, ну, мне там вот это нравилось сюда этим вот интересоваться, но я глубоко так не копал, я думал, что это просто какая-то, ну, грубо говоря, что Донецк, основанный британцами, что это просто как аномалия какая-то, ну, вот, вокруг Российской империи, и вот тут британцы основали, ну, хорошо. А вот потом, когда я начал уже этой темой более, как бы, серьезно интересоваться, я понял, что это, ну, не аномалия, это просто, ну, как бы, цепочка событий, что там вот все основано просто, Луганск, Макиевка, там, в Мариуполе даже, ну, как бы, понятно, что Мариуполь, протовый город, там, он и раньше был, но именно индустриальное его вот это вот величие, это все тоже основали иностранцы. И ты, как бы, когда начинаешь узнавать, что там Константиновка, Дружковка, ну, вот просто вот все, абсолютно, ну, практически каждый населенный пункт, который мы там привыкли называть этими моногородами, которые выросли вокруг больших предприятий, это вот все основано было там буквально, там, за 30-40 лет бельгийцами, немцами, французами, англичанами. И ты просто, когда ты осознаешь этот масштаб, ты понимаешь, что это все-таки не аномалия, что это была вот такая вот интересная колонизация региона. Хорошо, вопрос Леониду Марочуку, историку-исследователю. Леонид, ну, а что забыли вот все эти европейские народы в диком поле? Давайте эту цепочку событий, о которых Корней сказал, расскажем. Вот есть еще Александр Мехет, тоже исследователь, ездил на Донбасс, написал потрясающую книгу «Я смешаю твою кровь с углем». Называется, рекомендую всем нашим слушателям, зрителям, если у вас получится ее прочитать. Вот он делает такой заочный диалог с Джоном Юзом, пытается с ним разговаривать, задавать ему вопросы. И самый главный вопрос, что ты тут забыл, Джон, в диком поле? Зачем ты сюда приехал? Зачем так много промышленников, предпринимателей с запада Европы отправились в дикое поле? Давайте напомним. Ну, справа в том, что нужно для того, чтобы понимать все, что происходило в период 19-го, начале 20-го столетия, чтобы понимать вообще, что происходило в Европе, не только на территории, которую мы сегодня называем Донбасс. Справа в том, что на тот же час это был величезный такой индустриальный бум, и великие страны, и даже маленькие страны Европы, такие как Бельгия, постоянно пытались находиться новые рынки сбуду, места выделения сирования и территории для своих предприятий. Почему Бельгия – это страна, которая плала в Донбасс наибольший капитал? Ну, справа в том, что ее затиснуло на своей невеличкой территории. И она была на тот момент страна, которая была наибольшую расположенную систему зеленицей, и наибольшую количество металлогийного производства, и так далее, и так далее. И, соответственно, нет ничего дивного, чтобы они шукали для своих предпринимателей, для своих капиталов, для своих продуктов. Новых территорий. Российская империя, о которой вы сгадывали, а именно в тот период Украина находилась в складе Российской империи, имела очень приватный потенциал для развития этой темы, потому что были величезные поклады корисных капиталов. В первую очередь, доступность воды на реках, которые протекают до Донбасс, и, соответственно, главный ресурс, который стал основным в развитии индустриального Донбасса. В Российской империи был создан так называемый инвестиционный климат для Донбасса. Это очень популярное сегодня слово, которое, на жаль, очень редко, когда стает правильно сформулирован в контексте сегодняшних реалей. Но тогда, в конце 19-го столетия, министр финансов Витте доминился того, что были созданы выгодные инвестиционные умовы для потоку капиталов из европейских стран. И, власне, когда была прокладена первая залезница с сегодняшнего Днепра, то это был Катеринослав, в сторону Донецкого бассейна, и уже начался действительно большой бум, который мы называем «приток инвестиций из Европы в современный Донецк-Луганинский регион». И, в том числе, и Катеринославщину, это сегодняшняя Днепропетровская область. Первыми и такими неприятными, действительно, стали бельгийцы. Они были на тот час такие, наверное, больше импульсивные, напевно, в этом вопросе. И они ринулись сюда находить партнеров. Поэтому, когда вы говорите «дикое поле», это так само мифично, как и Донбасс. Это такая мифология, которая бы начала являться в честь Радянских, за имперских частей, в том числе, в дикого поля, в позднейший Радянский союз, в Донбассе, в Донбассе. На самом деле, это не было никакой дикой поле. Тут постоянно проживали люди, тут появилось государство. Это не было важной промежутой. Леонид, но также Джон Хьюз приехал на Донбасс, основал эту юсовку вместе с валийцами. Он взял фактически полностью, только валийцев, огромное количество именно своих соотечественников. Он вообще не рассчитывал на тех людей, которые жили в этих поселках, которые были. Это, имеется в виду, взял великую кількість инженерів, не забывайте про это. Это люди, которые проектировали это все. Если говорить, например, о Лесичанск, это город, которое они использовали на тот момент. Это была низкая поселений вокруг великих иностранных предприятий, которые позднейшого, в середине 20-го века уже объединялись в великое место, чтобы объединялись в Лесичанск. Как случилось? Приехали представники компании «Сольве», которые сняли замеры, договорились, вернулись к себе в пенсию, построили проекты, строили строительство бюджетских кварталей, про которые я сгадывал про них, и вернулись с городовым решением, что где будет строить и для кого. Первое, что они делали, это строительство инфраструктуры для своих работников. Когда инфраструктура была готова, мается на увазе помешканья, лекарня, школа для детей, тогда уже приезжали сюда велигийские працівники. И уже когда начали строительство инфраструктуры, уже наймали украинцев и россиян, которые приезжали на заработки с соседних регионов, дотичьих до Донбашу. И тогда уже бывало средство этих предприятий, и когда уже открывало это предприятие, то уже переважно набирали местных локальных працівников. Мы не можем уникать от того, что, между прочим, это была, по-моему, эммиграция. Эммиграция не только эммиграция, а эммиграция в середину, на теперешнюю Украину. Велика кількість была предприятий, которые, до речи, еще долгое время остались проживали на территории Донецкой, Луганской области и Дніпропетровской, еще больше, славнодвісных подъек 20-х годов, так называемой громадянской войны. Они часто выехали, почти полностью, лишь в 30-х годах. Но, опять же, поверняшись до темы, чому вы не сюда приезжали. Потому что тут было, это працювати, и с кем працювати на головнейшем? А зачем это была Российская империя, Леонид? Зачем это была Российская империя? Вот приглашать иностранцев так массово осваивать эти территории, добывать полезные ископаемые, строить железную дорогу. Что потолкнуло Российскую империю, приглашать иностранцев на Донбасс? Не, ну, подождите, это развиток экономики. Это нормальный державный процесс. Тут ничего не мали выживания. На самом деле, это не было, что до этого это не случилось. А процесс экономический, и, как показала практика, очень прибыл. И мы могли бы прибыли все, в том числе и Российская империя, потому что для российского казна сплачивались все поддатки, это все закономерно. Это не означает, что предприемцы сюда приезжали, добывали, користо купали, не дорожали что-то, и безусловно это все вывозили. На самом деле нет. На самом деле, это были экономические процессы, это была экономика, это был великий доход. Я напомню, у нас в гостях Леонид Марущак, историк-исследователь, а также режиссер документальных и игровых фильмов Дончанин Корней Грецюк. Корней, а с твоей точки зрения, зачем вот то, о чем сейчас рассказывал Леонид, вот европейскую историю Донбасса, колонизации, по сути, экономической, вычищали в советское время, вот эти вот воспоминания, эти факты, да и сейчас, вот те фактические власти, в Донецке, в Луганске, они предпочитают не вспоминать, да и не культивировать вот то, о чем мы сейчас говорим, там вот Ленин стоит на площади Ленина Центральной и тому подобные вещи. Почему боятся европейской истории? Ну, мне просто кажется, что вот в Донецке там еще хотя бы хоть как-то там вот говорили временами о Джоне Юзе, ну, я еще когда вот там жил, я помню, об этом еще чуть вспоминали. Мне кажется, боятся просто, наверное, глубоко копать, потому что все, что связано с европейцами, это все-таки, это все закончилось очень печально, то есть, ну, после во времена революции, гражданской войны, что там же очень много национализировалось просто всего. Отобрали, давай фактически скажем, да, пришли и сказали западным инвесторам, теперь вот эти вот заводы, шахты, предприятия, все принадлежит нам, и они были вынуждены бежать просто в свои страны. Да, ну, примерно так оно и было, даже вот интересно, ну, вот мне Леня рассказывал даже интересный, это как бы реальный исторический факт, что вот даже, ну, Бельгия настолько, ну, не то, что там обиделась, да, по-политически, нельзя сказать, что обиделась, но вот Бельгия настолько возмутилась против вот этой вот политики молодой страны-советов, что Бельгия вообще признала Советский Союз, там, одной из последних вообще стран в мире, уже там в 30-х, когда Советский Союз начал хотя бы там потихоньку выплачивать какие-то деньги за какие-то средства, за те предприятия, которые они национализировали. Потом, опять же, во времена Второй мировой войны довольно много все-таки еще немцев оставалось жить в Донецкой области, с ними же тоже как бы поступили, либо насильственно вывезли в Казахстан, либо уничтожили просто физически. То есть вся, ну как бы вот эта вот европейская история Донбасса, у нее такое, ну и начало с энтузиазмом, середина, закончилось все это как бы очень-очень некрасиво, и поэтому, мне кажется, наверное, об этом лишний раз не вспоминали и в советское время, и уже в годы независимости. Более того, очень много вот этих вот архивных материалов каких-то, оно засекречено было, оно там хранится в Москве в каких-то архивах, то есть, ну мало людей знают настоящую правду, и сейчас, то есть то, что там вот Краматорский, Краеведческий музей недавно получил там огромную партию оцифрованных классных фотоматериалов, это было получено там из Великобритании. Потом там бельгийцы пытаются тоже потихоньку что-то, какие-то там о своих следах, то есть тоже это поднимать. Мы видим, что ну как бы европейским странам, конечно, им интересно поднимать эту тему, говорить об этом, ну а вот такая вот, скажем, пророссийская, просоветская история, оно это все, ну даже не отрицает, а забывает скорее. Вопрос Леониду Марущаку. Леонид, а было ли такое, подобная вот интервенция экономическая западных предпринимателей в других регионах Украины, или это было только на Донбассе, и можно ли сказать, что Донбасс на то время это самый такой вестернизированный регион Украины, самый европейский? Не забывайте, до какого періоду захватная Украина была в складе других европейских стран. Мы еще говорим про целистинство территории Украины, маять на увазе Украину до 2015 года в складе Крым, и анексованные Крым, и ЛНР, ДНР, то А в Российской империи территории, если брать те территории, которые были подконтрольны именно Москве, в Петербурге в то время? Если говорить про Российскую империю, да, естественно. Тут не скажешь, тут даже я не так в Донбассе выключено Певдень, европейской складовой очень далеко. А в Донбассе, в котором мы сейчас говорим, он в основном в экономическом, социокультурном сенсии очень проевропейский, скажем так. Леонид, мы говорим про европейский, но Европа это прежде всего права человека, человекоцентризм, гуманизм. Есть сведения, что Джон Хьюз и бельгийцы не очень хорошо относились к местным, которых нанимали работать на своих металлургических предприятиях, заводах. Я скажу, что есть такие спрежки среди строительного кола стосовно этого периода и, в основном, это правда. Многие, кто выступает с нотами протеста, соответственно, что европейцы очень хорошо ставились к местным и локальным работникам, имеется на базе, что поревняно с европейцами, которые создали умовы для проживания, для заводов, умовы для проживания были европейские места, боповерховые житловые будинки с разделенным зимованием кухня, санузел, а там спальня наверху, то действительно это выглядало трошки довольно-таки невежно. Но платня однозначно была значительно выше, социальный защит был выше, я уже рассказывал, что бельгийцы будывали инфраструктуру, не только для своих земляков, а и для тех, которые работали на заводах, лекарни, поликлиники, детские школы, церкви даже для местных работников локальных обыдывали, церкви остались до сих пор в Лосичанске и в Ружківце. Поэтому я в качестве життя мне, кажется, был значительно выше, чем в других территориях Украины. Леонид, еще такой вопрос, но есть вот такой миф, не миф, скажите, может быть, мне, что вот как раз на Донбассе в этих поселках было очень сильно рабочее движение, очень поддержали большевиков в то время и вот как раз скинули вот этих вот бельгийцев, западных капиталистов, взяли власть в свои руки рабочие и стали опорой вот Советской империи. Это правда? Ну вот тот нарратив, который я вам сейчас сказал, он как бы правдив или не очень? Это окремая история мифы. Мифы, которые продумывались не только в Российской период, а и продумывались еще в части Российской империи. И благодаря этим мифам было много геополитических изменений на этих территориях и продолжаются до сегодня. И наоборот, это принципиатизм переважает. Справа в том, что мифичность она очень облюблена на теме для нашей ментальности. Мы больше доверяем мифам, чем историческим фактам. И если говорить про период так званых оспиранных Советами Революции 17-го года, то действительно там были выступы. Еще в 5-м году и там протести. Действительно они были и в них есть много информации. И эти выступы принимали на революции в радянский период, чтобы показать, как это случилось. Но это факти, например, про Костянтиньевку. В Костянтиньевке на территории колишнего пляшкового завода есть очень циклевый монумент, который посвящен разведлённым працанникам в час Голландянской войны. Что же не было? В Костянтиньевке было очень цикавой ситуации. Скажем так, интеллигенция и управления этих заводов, и инженерия понимала, что происходит это вколо. Они виспулились таким протестом, что они не могут никого поддерживать великий они самозастатные, у них единственный взбут, это Европа, у них есть серебряная подбокон, они не надо подоставлять нам прямо под ногами. Это невеликий ресурс людей, которые могут это делать. Они могут остаться великий республик и экономический среди всех подений, которые происходят вколо. Власне, когда произошли одни из претендентов на территориях, они вывели частью работников, 13 человек, они расстреляли, чтобы утихомирить таки настои. Потому что действо для этого были, и вся материальная и техническая база была для того, чтобы не поддерживать никакие политические воли и остаться делать то, что они сделали под огидой европейского капитала. То есть еще автономизм такой определенный был еще и под началом европейцев, история автономизма на Донбассе. Прошу, еще раз. Я пытался подсумировать то, что вы сказали. Очень перекликается то, что вы сейчас говорите с современными событиями, что есть определенные автономные настроения на тех территориях, что мы самодостаточны и можем сами кормить себя, прокормить. Нам не нужна ни Украина, ни Москва. Это дело в том, что результат веры в мифы. Мы сконцентруемся на то, что нам больше нравится, и забываем про реалии. И потом мы страживаем этого. Корней, такой вопрос к тебе. Зачем ты хочешь снять этот фильм? Ты хочешь вернуть названия вот эти Астгейм, Лебенталь, Нью-Йорк, Блюменфельд, Мариенталь. Какая твоя цель? Название вернуть это, наверное, сложно. То есть у нас как бы, но задача, в принципе, у нашего проекта тоже довольно такая сложная и глобальная. Мы бы, ну как бы это громко не звучало, хотели бы вернуть людям и региону прежде всего его настоящую историю. То есть все-таки хотелось бы в контексте возможной, все равно, наверное, когда-то случится эта реинтеграция этих территорий обратно в состав Украины, все-таки хотелось бы, чтобы мы как-то начинали бороться с этими пророссийскими нарративами, которые вот десятилетиями доминируют на Донбассе. И хочется действительно просто рассказать местным жителям, во-первых, о прошлом их региона, потому что когда ты там, много времени провел в прошлом году на съемках предыдущего фильма, я много общался с людьми, они многие просто вообще не знают, не слышали об этом, обо всем, и мне кажется, это все-таки печально. И в контексте всей остальной Украины к Донбассу тоже сложилось определенное, скажем так, отношение, тоже стереотипное, и хотелось бы просто в контексте наверное, других областей, других населенных пунктов украинских, то есть другой части Украины, чтобы тоже вот им об этом рассказать, что вот посмотрите, на самом-то деле не все так однозначно, не только там были царские зэки и стахановы, то есть был еще вот такой кусочек истории Донбасса, довольно небольшой по времени, ну то есть это лет 50-40, с конца 19 века, грубо говоря, по 20-е годы, 20 века, но это был такой яркий, динамичный. И важный, определяющий для региона, можно сказать. Да, определяющий, потому что вот даже многие вещи, которые у нас ассоциируются с Донбассом, даже какие-то такие примитивные, вот футбол, да, например, ну футбол туда привезли еще в начале 20 века, бельгийцы и британцы, когда еще футбол не играли, ну ни в Петербурге, ни в Киеве, ни в Москве, но в Донбассе уже играли футбол, то есть там уже были свои как бы лиги, рабочих заводов, ну то есть даже там какая-то культура, да, вот то, что там, вот Леня говорит, то есть там театры при предприятиях были, всякие там вот хоры создавали, ну то есть это все, ну это был, это был этот период, когда Донбасс действительно развивался совсем по-другому, и кто знает, ну если бы до Кабы, что могло бы быть, если бы этот период продлился просто немножко дольше. Мне просто кажется важно, но об этом говорить, об этом знать, чтобы мы не думали, что Донбасс это что-то вообще такое несосветное, в Сибири лежащее или где-то еще, ну туда даже поезд прямой ходил с Брюсселя, ну то есть сейчас это представляет, когда ты сейчас об этом говоришь, кажется, что это что-то невероятное, но поезд реально шел, по-моему, 72 или 74 часа из Брюсселя с остановкой в Варшаве, там где вот меняли колею, вот меняли вот эту ходовую часть, и потом поезд шел до самой окраины Екатеринославской губернии, вот, ну, то есть он шел восточнее от города, который сейчас называется Днепр, Днепропетровск, он шел в сторону Донбасса и останавливался там, то есть сейчас, когда об этом думаешь, это кажется фантастика, это реальность, которая была, это реальность, что там было отделение, там был филиал Симмонса, компанией, например, немецкой, там были европейские банки, акции донецких предприятий и луканских, условно говоря, из этих регионов, они продавались на европейских, на американских биржах, ну то есть это тоже фантастика, когда ты сейчас видишь в интернете там акция Константиновского завода, которая акция на французском языке, и ты понимаешь, что там эту акцию в Париже кто-то покупал, перепродавал, ну а мы всего этого как-то, ну не знаем, и мне кажется, это очень плохо. Вопрос Леониду Марачаку. Леонид, вы занимаетесь декоммунизацией в родной Виннице, да, но вы немножко шире рассматриваете ее, чем просто снос памятников, смена табличек, но тем не менее, почему на Донбассе вот эта коммунистическая, советская идеология так прикипела к людям, к региону, и согласны ли вы с тем, что она прикипела туда? Ну я в том смысле, я не декоммунизацию, памятник, я не декоммунизацию монументы, она пока их защищает. Это как материальная степень, я не вижу, это очень важливые процессы, которые были в моей вере в Виннице и на сходе Украины. Давайте вот поясним сначала слушателям, да, что вы имеете в виду под декоммунизацией, ну вот под переосмыслением вот этого советского опыта, под которым была Украина, которая имеет Украина. Да, я за переосмысление, критичное, очень сильно критичное розмысление всех процессов, но для большинства в Украине декоммунизация, это поваление банки. На жаль. Ви на самом початку эфиру спросили, про те, каким чином можно распознать свідчение Бельгийской, Французской, износлове областей, кто принять на территории на территории Немцы говорили, да, вот в Макеевке и других немецкие военнопленные. Да, очень часто тонировали этот мир, а будинкам два раза больше, чем військовые полонения там находились. Ну, потому что нас учили элементарных вещей распознаваться знаки, которые нас оточуют. Это хорошо говорить місто. От, власне, и демонизация, которая происходит, стихийно продолжает, на жаль, у вас и мои родные Винницы, которые, наверное, на днях вчора затеплили до дитячих садочек, живут под эту пляшку великую заплащенную мозаичную панушку. Что такое мозаики? Это величезные информационные джерела для того, чтобы понять, что происходило на этой территории. Потому что монументалісти, как и архитектори, будучи квартали, чтобы оставить свидетельствование о перебывании той или иной культуры на этих территориях, так и монументалісти, дослеживали той регион того часу и выпадали в своих мозаиках, графіто, цінописах и много информационного материала. Ну, например, в Костянтинівке, о котором мы так часто говорили, спадком бельгийского минулого залишилися два величезных предприятий из цикольного напрямка, автоспорий, бутылочный завод. Власне, коли почалась так звана націоналізація, підприємства были націоналізованы и переформатированы на производство технического склада, то есть для индустриалізації автоспор, название это говорит. А коли почалась эра космонавтики, и мы знаем, что заслуги украинцев нами ж сьогодні не цінються в подкоренні космосу на користь сусідней Украины, которая приняла на себе право наступництво от Родинянского союза. В частности, в Костянтинівке, на одном из прошествий так званого космонавта, есть будинки, в которых есть четыре музейских панели, которые называются космос. И они все характерного образа рисуются. Право в том, что, благодаря этим мозаикам, мы сьогодні знаем историю подкоренню космосу. Без Костянтинівки, без бельгийского минулого, которые побудовали склянные заводы, неможливо было бы повернение космонавтов на Землю, Юрия Гаррина в том числе. Потому что лишь в Костянтині мы смогли сделать надзвичайно прочный склянный сплав, из которых делали иллюминаторы. И одно величество скло, которое размещалось в каптуле в ногах у космонавта Юрия Гаррина и решти космонавтов в той эпохи. Радянському Союзу и Россию, не знаючи по повернению истории цих территорий, какими мы говорим, это, как минимум, уменьшить свою участь в том. Вот так бельгийская рука приложилась и даже к кораблю «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил полет в космос. Я благодарю наших гостей. Это были Корний Грицюк, режиссер документальных и игровых фильмов, Дончанин и Леонид Марущак, историк-исследователь, куратор художественного направления Украинского кризисного медиа-центра. Коллеги, желаю вам удачи в питчинге, желаю вам получить финансирование для того, чтобы снять действительно такой важный и интересный фильм для жителей региона, для всех украинцев, да и для всего мира. Я напомню его рабочее название «Евродонбасс» о европейской истории региона. Не переключайтесь, мы продолжаем.